Продолжение следует... Так, титульный слайд появился, да? Да. Значит, тема моего сообщения – опыт подготовки школьников к научным конференциям. Значит, давайте я начну с того, что школьник – это существо в высокой степени социализированное. Полдня он находится в школе и находится под воздействием двух социальных групп – своих товарищей и учителей. Выйдя из школы, он попадает в кафе, на стадион, в социальные сети, не знаю куда еще. Всюду, между прочим, от него нужен так называемый быстрый ум. Нужно быстро среагировать на слова или действия своих приятелей. Нужно быстро понять, что объясняет любимая учительница и ответить ей и доставить всем удовольствие. Нужно быстро понять, что говорит противная учительница, побыстрее отчитаться и побыстрее забыть. Если уж ты попал на Олимпиады, там от тебя требуется сверхбыстрый ум, потому что нужно высказать гипотезы, нужно их оценить, проверить, доказать, вычислить, перейти к следующей задаче. Но дело-то в том, что среди людей и учеников полным-полно людей с медленным умом, но от этого не менее глубоким. Ну, например, в повседневной практике это выражается в том, что полным-полно учеников, которые могут решить любую задачу из ЕГЭ, но категорически не успевают решить ЕГЭ в целом за отведенное время. Таков, например, мой ученик, о котором я немножко буду говорить сегодня. Так вот, где людей посмотреть и где себя показать людям с медленным умом? До недавнего времени ответ был грустным. Нигде. Но лет примерно 20-25 назад начали появляться научные конференции школьников. Ну, вот, Калмогоровские чтения в Солнце-НГУ, чтения Вернадского в Петербурге, Саровские чтения в городе Сарове, Харитоновские чтения в городе Арзамасе, конференции открытия в Ярославле. Ну, коль скоро я сам из Ярославля, то о конференции открытия я расскажу чуть-чуть более подробно. Значит, эту конференцию проводит одна из школ города, которая называется почему-то «Провинциальный колледж» на нашем местном жаргоне «Прокол». Она существует с 98-го года по настоящее время, и вот 22-го апреля предстоит 26-я конференция школьников. Ежегодно на нее собираются 400-500-600 участников из разных регионов нашей страны, ну и количество регионов доходило до 78. По математике бывают одна или две секции, в зависимости от количества поданных заявок, но в среднем по 22 доклада ежегодно. Между прочим, тут я должен был бы остановиться и рассказать о роли учителей в организации этой конференции, но я пока этот рассказ опущу и просто скажу, что эта роль учителей, именно учителей, а не профессоров вуза, на самом деле огромная. Вот, ну, пару слов про мое личное участие. Вот все эти 26 лет я в этой конференции участвую. На нее было представлено 23 проекта, 16 из которых заняли дипломы, то есть завоевали дипломы каких-то степеней. Как видите, работа длинная, и результат не совсем пустой. Вот, и обо всем об этом я рассказывал в 21-м году в Китае на 14-м международном конгрессе по математическому образованию. Не нужно только думать, что в Китае я сделал доклад о-го-го, а сейчас будет какой-то суррогат. Строго наоборот. Потому что за 10 минут на чужом языке мало что можно рассказать. А сейчас я постараюсь рассказать, ну, вот, самую суть всего этого, то, что у меня болит. Прежде всего, научный руководитель сталкивается с проблемой, откуда взять задачу для ребенка. База его знаний не слишком широка, но это просто школьная программа, попросту говоря. И чуть сложнее задача, она ребенку не по зубам. Чуть попроще, ее трудно назвать научной. К тому же, дитя работает в условиях лимита, в условиях сильных ограничений на время. Ну, действительно, если мы начинаем работать в середине сентября, а в конце апреля конференция, то где-то, наверное, в конце февраля нужно получить уже результат и сдать его в оргкомитет. Ну, и, собственно, на задачу остается не так много времени. Я не могу рассчитывать, что человек изучит какую-то замечательную математическую теорию, а потом я ему дам задачу, которой он нахвастается. К тому же ОГЭ, к тому же ЕГЭ, к тому же хорошая погода, к тому же красивые девочки. И есть тысяча причин не заниматься математикой. Вот я руководствуюсь при выборе задачи неким личным принципом. Научная математическая проблема, решаемая школьником, должна иметь своим источником. Либо материал школьной программы, либо дополнительный материал той же сложности, что и школьная программа. Вот тут я хочу быть правильно понятым. Любой принцип, когда его провозглашают, имеет определенную область применимости. И я прекрасно могу представить себя слушателя, который скажет, «Ну вот, в этом случае и в этом, и в этом ваш принцип нисколько не работает». Я даже и спорить не стану. Наверное, не работает. В тех условиях, в которых нахожусь я лично, значит, ну он ничего так себе. Ну, а результаты вы оцените по поводу, по ходу рассказа. Вот на этом фоне я постараюсь рассказать вам детектив. Я расскажу вам задачу для непослушного мальчишки. Представьте себе, что мальчик приехал к бабушке в деревне, бабушка его покормила и сказала, «Поди погуляй, только не лазь на сарай». Мальчик, первым делом, выйдя во двор, полез на сарай. Да, его нужно за это пожурить, но ругать сильно не надо, потому что им движет инстинкт исследовательского поведения, потому что ребенку не ясно, почему всюду можно, а на сарай нельзя. Почему на все сараи можно, а на бабушке нельзя. Говоря по-научному, каковы те свойства сарая, которые делают залезание опасным и борождают запрет? Да, может быть, еще и бабушка ошибается. Ну, бог с ним с сараем. Ребенок поступил в институт и узнал, что циклоиды называются траектория точки на окружности, которая катится по прямой без скольжения. Хорошо. Эпициклоиды называются траектория точки на окружности, которая катится по другой окружности и тоже без скольжения. Гипоциклоиды, траля-ля, и опять без скольжения. Между прочим, все объекты в одной плоскости. Но жизнь за окном существенно богаче. И это видно любому студенту, любому школьнику, кому угодно. Вот представьте себе, выходите вы зимой на улицу и видите буксующую машину. Колесо бешено вертится, а машина еле ползет. Интересно, какова траектория точки на ободе буксующего колеса, каковы ее параметрические уравнения. Вот. Сядешь на поезд, и ты из своего первого вагона видишь последний вагон. Значит, рельсы лежат горизонтально, а колесо находится вертикально. Колесо вагона. Интересно, какова траектория точки на ободе колеса, каковы ее параметрические уравнения и прочее, прочее. А если ты видишь мотоцикл в цирке, то там колесо мотоцикла наклонено к арене под определенным углом постоянным. И тоже какова траектория точки. Стоит заглянуть в фехтенгольца, и ты там ничего не найдешь. Стоит заглянуть в учебник Зорича, и тоже ничего не найдешь. И у Варенкова с Майлером ничего не найдешь. И в справочнике с Авеловым по плоским кривым тоже ничего не найдешь. Ну и что? Возникает раздражение, и задача приобретает определенную общественную значимость, и она становится личным вызовом. Надо понять, в чем здесь дело. Ну, теперь давайте я сформулирую задачу в точном виде. Значит, две окружности радиусов R и R, расположенные в пространстве, имеют одну общую точку и общую касательную в этой точке. При этом угол между плоскостями этих окружностей равен α. Сохраняя такое расположение, вторая окружность движется по первой с постоянным сцеплением, коэффициент которого равен k. Найдите траекторию точки на ободе движущейся окружности. Вот такую задачу я поставил сам себе, своей дипломнице и своему ученику, одиннадцатикласснику из 33-й школы. Умному, амбициозному, скромному, медленному, интересному человеку. Вот во всей этой красоте на слайде непонятно, а что такое постоянное сцепление, да еще и коэффициент сцепления. В литературе мне найти ничего не удалось, поэтому пришлось придумать самому. Вот давайте мы обсудим некоторые физические вещи. Пускай колесо движется по дороге в течение промежутка времени от нуля до Т. След колеса на дороге – это множество точек дороги, соприкоснувшихся с колесом. След дороги на колесе – это множество точек колеса, соприкоснувшихся с дорогой. Все хрустально понятно. Чистое новенькое колесо ставится на пыльную дорогу и начинает катиться. След в пыли – это след на дороге. Грязная часть колеса – это след на колесе. Сцепление называется постоянным, если оба следа пропорциональны времени движения колеса. Ну а коэффициент сцепления – длина следа на дороге, деленная на длину следа на колесе. Между прочим, все очень и очень напоминает определение прямолинейного равномерного движения из школьного курса физики. Ну вот картинка. Окружность была. Сначала у нее центр был в точке А, потом она двигалась, попал он в точку А1. Жирным выделены следы. Ну и, как видите, след на колесе, в общем-то, подлиннее следа на дороге. Так что, наверное, окружность буксует. Ну вот давайте примем формальное соглашение. Когда коэффициент от нуля до единицы, не включая единицы, то окружность буксует. Когда равен единице, она по-нормальному катится. А когда больше единицы, то проскальзывает. Ну что ж, с физикой закончили. Но, значит, задача в равной мере геометрическая в той же мере, что и физическая. Вот нужно нарисовать чертеж. Вот он в своем готовом виде нарисован. Красная окружность лежит горизонтально. Черная окружность наклонена к ней под углом альфа. Нарисована общая касательная. Ну и линейный угол двугранного угла совершенно понятен. Потому что, значит, радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательный. Между прочим, а как ребенку нарисовать такой чертеж? У него в руках циркуль и линейка. И больше ничего. И ничему его особенно не учат. В таких условиях нарисовать трудно. И нам приходилось использовать возможности интерактивной математической среды геогебра. Мальчонка научился рисовать. Я на старости лет научился рисовать. И мне пришлось научиться делать это лучше, чем он. Потому что я ему должен был помогать. Вот давайте... Может быть, все все знают. Но я попробую все-таки показать те возможности, которые имеет интерактивная математическая среда. Но посмотрите. Если мне красная окружность кажется маленькой, ну давайте я ее увеличу с помощью колесика. Если мне не нравится наклон окружности, давайте я возьму и поменяю наклон окружности. Так, как мне нравится. Если мне кажется маленьким или слишком большим радиус черной окружности, у меня тут есть секретная точка С. Я теперь ее возьму, начну двигать, и у меня радиус будет меняться. Но я могу взять и все это рассмотреть с самых разных ракурсов, с таких, каких мне нравится. Понимаете? Ну вот, вот одна из педагогических возможностей всей этой красоты. Хорошо. Такой чертеж, значит, вроде бы как и хорош, но понятно, что никакого параметрического уравнения отсюда не выведешь просто потому, что нет системы координат. Вот. Давайте-ка мы посмотрим следующий слайд. Мы поместим все в систему координат. В начале момент времени общей точкой двух окружностей была точка П, а сейчас зафиксирован момент времени, когда общей точкой стала П1. Параметр выбирается традиционно. На движущейся окружности проводят два радиуса – в рисующую точку и в точку касания. Вот параметр Т. Между прочим, тут есть уголок по имени Тау. Вот на самом деле мы же его легко можем теперь найти. Действительно, след колеса на дороге – это дуга ПП1, которая равна Р на Тау. А след дороги на колесе – это дуга П1А. И длина этого следа – Р малая на Т. Ну, составляем отношения и все получаем как следует быть. Не важно, какая здесь формула. Важно, что мы знаем не только Т, но и Тау. В нужный момент, в нужное место все подставим. Ну, теперь так. Понятно, что по тому чертежу, даже хотя он в системе координат, ничего не найдешь. Потому что нужны некоторые обязательные построения. Рисующую точку мы проектируем на плоскость, а проекцию на ось Х и на ось У. Зачем? Понятно, что координата Z – это длина отрезка АА1. Координата Х – это длина отрезка ОХ. Или, если кому не нравится, УА1. Вторая координата – это О, У. И, если кому не нравится, ХА1. Вот это почти обязательно и на самом деле легко. Но не совсем все так просто. Потому что нужны еще и дополнительные построения, которые, вообще говоря, неформализуемы. До них надо догадаться. А именно, в дополнение к прежним отрезкам, давайте спроектируем рисующую точку на диаметр подвижной окружности. Это будет точка С. А проекцию, точку С, мы опустим вниз на плоскость. А потом еще соединим А1 и С1. Вот. А теперь давайте играть. Давайте играть. Мысленно перекрашивайте каждую из известных величин в какой-нибудь цвет, кому какой нравится. Ну, например, в зеленый. Дело в том, что тут возник каскад треугольников. Вот треугольник АСО1 в рисующей окружности. Вот вертикальный треугольник СП1С1. Вот горизонтальный треугольник А1С1З. И вот другой горизонтальный треугольник. Вот все эти треугольники можно решить. Но действительно, посмотрите. О1А – это R малая. Угол О1 известен. Значит, все стороны треугольничка верхнего известны. Теперь известна у нас и вторая часть гипотенузы вертикального треугольника О1П1. Итак, в вертикальном треугольнике известна вся гипотенуза и угол, линейный угол двугранного угла. Значит, мы можем найти все элементы вертикального треугольника. Слушайте, а мы уже приблизились к решению задачи, потому что СС1 и АА1 – это одно и то же, значит, третью координату Z мы имеем. Теперь посмотрим на горизонтальный треугольник. Вроде бы линейных элементов неизвестно, но на самом деле известно. Потому что СА и С1А1 – это одинаковые отрезки. И известен уголок Тау. Вот он, вот он. Этот угол равен вертикальному углу, а внутренний накрест лежащий равен Тау. Значит, мы узнаем все элементы у первого треугольника горизонтального. У второго горизонтального треугольника мы знаем теперь гипотенузу. Из большого радиуса надо отнять два известных отрезка. Ну и, в общем, все мы можем сделать. И когда все это аккуратно выпишешь, то возникают вот такие вот формулы. Они, с одной стороны, красивые, с другой стороны, громоздкие, с третьей стороны, непонятные. И хотя ребенок их честно вывел, плохо ясно, что это такое. Вот просто плохо ясно, что это такое. Ну, что ж, нужно смотреть частные случаи всего этого. Красивые, хорошие, частные случаи. Но тут мы сталкиваемся с проблемой поиска хороших кривых. Ну, посмотрите, пожалуйста. Понятно, что кривая находится в ограниченной области пространства. Если она бесконечна, то она ее просто начерно зарисует и ничего не поймешь. Если она замкнута и очень длинная, то тоже она все зарисует начерно и ничего не поймешь. Ну, надо прежде всего найти условия замкнутости. Вот простенькая совсем теорема, что кривая замкнута тогда и только тогда, когда КР малое, деленное на Р большое, является рациональным числом. При этом, если дробь несократима, то числитель и знаменатель имеют хороший физический смысл. П – это число обходов неподвижной окружности, а К – число оборотов подвижной окружности вокруг своего центра. И вот теперь задача. Надо брать какие-то хорошие, не сильно большие, не сильно маленькие П и К, подбирать коэффициенты и радиусы и смотреть, что при этом получается. Ну, смотрите, заранее можно сказать, что у нас некоторые вещи предопределены. Во-первых, понятно, что должна получаться классика. Все циклоиды и все эпициклоиды. Сколько их есть. Должно, наверное, что-то добавляться к этой классике, потому что все-таки у нас введен коэффициент сцепления. Понятно, что, коль скоро кривые оказываются пространственными, то там должны появиться так называемые арки. Ну, рисующая точка лежит на окружности, потом она должна куда-то подняться, а потом опять опуститься на рисующую окружность. Вот у тебя и появится арка. Ну, и неожиданная вещь – шатры и витражи. Вот давайте я обо всем этом чуть-чуть поговорю. Вот, черт, меня раздражает вот этот вот баннер все время. Значит, смотрите, пожалуйста. Давайте возьмем угол между окружностями, между плоскостями окружности – ноль. То есть рисующая окружность внутри неподвижной. Коэффициент сцепления возьмем равным единицу и радиусы 1 и 4, и это получается классическая замечательная астроида. Ну, вот, теперь не переключается слайд. Что делать? Пейдждаун нажимайте, он переключается. Что-что? Пейдждаун нажимайте, он переключается. А какой пейдждаун? Клавиша на клавиатуре пейдждаун. А, увидел. Да нет. Ну, ладно, сделаем иначе. Ну, что ж. А вы выйдете по эскейпу. Клавишу эскейп нажмите. Эскейп нажимаю, не реагирует. А, вот, среагировала на клавиатуре пейдждаун. Вы выйдете и показываете отдельными слайдами. Хорошо, хорошо. Я так и сделаю. Спасибо. Ну, смотрите, пожалуйста. Теперь я возьму альфа равное пи. То есть все катится снаружи. Это эпициклоида, к равную единицу, радиусы те же самые. У меня получается ромашка с четырьмя лепестками. Значит, если я возьму опять внутри окружность коэффициент единица, радиус 1,3, получается дельтоида. А если я все разверну опять во вне окружности, получится ромашка с тремя лепестками. Хорошо. Вот давайте все-таки используем коэффициент сцепления. Угол между плоскостями 0. И окружность у меня слегка пробуксовывает. Коэффициент 0,8 близкий к единице. Я подбираю радиусы R малое и R большое так, чтобы получилось отношение P к Q 1 к 4. И я получаю вроде бы как астроиду, но только вместо острых лучиков получаю петельки. Если все то же самое, только альфа равно π, я получаю четырехлепестковую ромашку с петельками. Если я теперь вернусь опять во внутрь окружности, и слабенькое проскальзывание, близкий к единице, коэффициент проскальзывания. Я подберу R малое и R большое так, чтобы P деленная на Q равнялась 1 к 4. И у меня затупленные лучики у астроиды. Затупленные лучики у астроиды. Ну вот, все хорошо, все вроде бы как замечательно. Вот теперь я должен бы показать арки. Для этого, ну я сейчас покажу, и, наверное, все получится. Значит, прежде чем своего ученика тыкать носом во всякие кривые, чтобы он там мучился, я их построил, ну, штук 40, наверное, всяких разных. Ну и слайди назвал, чтобы не запутаться. Значит, пространственное циклоида под наклоном, два обхода, три оборота, и все катится. Колесо катится. Пространственное циклоида под наклоном, два обхода, три оборота, буксует, но слабо. И так далее. Давайте я попытаюсь сейчас показать... Ну, нет. Нет, не получается. Так, тогда сейчас файл недавно открытый. Так, не получается. Так, ну что делать? Попробую я тогда... Файл недавно открытый. Сейчас. Ну, давайте, сохранять ничего не надо. О, хорошо. Вот он, родимый, появился. Вот он появился. Значит, смотрите, я могу посмотреть на это все с самых разных сторон. Ну, и поскольку я знаю, в чем здесь дело, то все начинается вот отсюда и как-то идет. Так, как бы мне здесь... Ага. Вот у меня здесь есть ползунки. И есть замечательный ползунок Т-большой, который все это анимирует. Сейчас я его уберу, у меня все пропало, и анимирую. И вот начала строиться кривая. Вот она появилась, арка. Опс. Первый оборот окружности. Петелька. И второй оборот окружности. Другая петелька. И третий оборот окружности. И на этом все кончается. И на этом все кончается. Ну, смотрите, пожалуйста. У меня есть ползунок-угол. Вот он. Сейчас плоскости окружности одинаковые. Ну-ка, а если я попаду внутрь, то вот какая-то такая кривая. Она чего-то плохо видна. Давайте вот так я ее сделаю. И теперь давайте я руками начну увеличивать уголок. Вот стороны. Стороны начинают подыматься, выходить из плоскости. Вот они подымаются. И достаточно сильно. А вот все разворачивается в такую вот сложную ромашку. Ну-ка, анимируем. И все это получается вот так вот достаточно забавно. Коллеги, вот тут я должен бы как-то... Я чувствую себя не очень ловко, потому что я рассказываю про вещи достаточно очевидные. Вот. И может быть, кто-то видит все мои хитрые построения насквозь. Тогда прошу меня извинить. Значит, дело в том, что все это надо оценивать не с точки зрения математика, кандидата, доктора, автора, человека с опытом и так далее, и так далее. Это надо оценивать с точки зрения ученика. Интересно или неинтересно? Может его это затянуть или не может? Узнает он что-то новое или не узнает? Посильно ему это или не посильно? Ну, вот как-то эту сторону я хотел бы, чтобы мой рассказ вот с такой точки зрения был оценен. Так. Ну, хорошо. Теперь я должен рассказать про шатры. Прежде чем рассказать про шатры, я хочу произнести некую мантру, которую повторяют все школьники Советского Союза, а теперь России. Катят, лежащий против угла в 30 градусов, правен половине гипотенузы. Вот. Спрашивается, при чем это здесь? Вот. Ну, факт из школьного учебника. Представьте себе, что окружности имеют равные радиусы. Равные радиусы. И одна окружность наклонена к другой под углом 60 градусов. Тогда получится, что диаметр движущейся окружности вдвое длиннее радиуса короткой окружности, радиуса неподвижной окружности. А значит, подвижная окружность всегда проходит через одну точку оси неподвижной окружности. Ось, как у колеса. И все проходит через одну точку. Ну, и значит, все время все будет проходить через одну точку. Давайте я попробую открыть штатер. Так, опять он. Так. Да, елки же ты, палки. Так. Так. О, открылся шатер. Значит, параметры, они здесь вот справа. Они подобраны таким образом, что за 10 оборотов окружности неподвижная окружность обходится 9 раз. 10 оборотов видны здесь. Вот он первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. Вот таким вот образом этот шатер выглядит с разных точек зрения. С разных точек зрения. Ну, давайте посмотрим сверху. Посмотрели сверху? Давайте теперь уберем плоскость. Давайте теперь уберем оси. И давайте скроем нашу исходную окружность, по которой все катится. И получается вот такой вот рисунок. Вот как его назвать? Черт знает, как его назвать. Можно назвать узор. Можно назвать салфетка. Но мне все время хотелось сделать следующее. Покрасить разные части разными цветами. Ну, например, вот эти вот лучики и линзочки покрасить красным цветом. Вот эти вот наконечники копья синим цветом. Вот эти вот платки, ну, например, зеленым цветом. Вот эти вот сердечки стилизованные малиновым цветом. Вот эти капельки бордовым цветом. И я даже пытался это сделать, но очень конетельно у меня ничего не получилось. Теперь представьте себе, что все это раскрашено. И все это стоит окном в средневековой церкви. Это типичный витраж. Меня забавляет следующее. Вот нарисовать такой рисунок я не сумел бы даже под страхом смерти. Просто не сумел бы и все. А вот в математике он как-то выпал сам собой. В математике он выпал сам собой. Ну, вот в такие игрушки играл мой ученик Павел Клюкин. Так, ну, давайте. Значит, на презентации то, что я показал. А вот давайте я вернусь в презентацию и расскажу о таинственном мышлении своего ученика. Смотрите, после того, как прошли какие-то установочные занятия, наши занятия... Значит, моего ученика зовут Паша Клюкин. Значит, студентов я своих задразнил. Дети мои говорят, что у тебя третий внук. Ну, хороший парень. Когда заканчивается установочное занятие, наши занятия становятся цикличны и трехтактны. Встречаемся мы раз в неделю. Вот. Он мне шлет фрагмент решения. Я его письменно комментирую и отсылаю ему. А потом мы встречаемся. И так это вот катится-катится неделя со неделей. И вот однажды письмо от него не приходит. И я сижу и злюсь. Почему он мне не пишет? А на другом конце провода сидит Паша и злится. Почему я ему не отвечаю? Потом оказалось, что письмо попало в спам. Просто попало в спам. Когда все открылось, я начал читать текст. Я сравниваю его формулы и свои формулы. Вот эти. Они совпадают буква в букву. Сравниваю чертежи. Чертежи разные совершенно. И оба плохие. Не такие, как я показывал сегодня. Читая его текст. Ну и впечатление, что Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный в учение сапожнику Алабину, умакнул перо в чернила и начал там что-то писать. Но формулы-то получены. От этого не отмахнешься. Как и для меня тайн. Как можно при таких чертежах и при таком тексте получать вот такие вот объемные, достаточно громоздкие формулы. Ну и наконец, коллеги, вишенка на торте. Паша получил эти формулы на пять дней раньше, чем я. Вот благодаря спаму мы выяснили, что он получил их на пять дней раньше, чем я. Естественно, такое дело нуждалось в каком-то поощрении. И тогда солнечный блик на вишенке. Я покажу вам то, чего нет. Ага. Видите, как все хорошо появилось. Значит, это начало некой статьи в журнале «Математика в школе» номер три за этот год. Он еще не вышел. Но у меня, как у автора, есть электронный экземпляр этой статьи. Он, значит, помещен под рубрикой «Эксперимент». Эксперимент, по-видимому, состоял в том, что его написали. Я, доктор, профессор и прочее, и Павел Клюкин, учащийся такой-то школы с углубленным изучением математики. Вот, значит, ну вот такое обстоятельство имело место. Такое обстоятельство имело место. Ну что ж, значит, смотрите, пожалуйста. Научный руководитель школьника в особенности, хочет он или не хочет, должен проводить сам с собою педагогическую рефлексию. Ну, во-первых, доступна ли для школьника постановка задачи? Значит, вернемся к началу моего рассказа. Ну, по-моему, да. Буксующие машины видели, видели, поезда на повороте видели, и мотоциклы в цирке видели. Ну что ж, доступна ли для ученика необходимая математическая техника? Ну, вы видели, что да. Это решение прямоугольных треугольников. Радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательно. Длина дуги через угол и радиус измеряется так-то и так-то. Банальные школьные факты. Другое дело, что этими банальными школьными фактами приходится жонглировать. Каждый из нас может взять шарик и подбросить его вверх и поймать. И прекрасно. Но многие ли из нас могут жонглировать пятью шариками? Не знаю, не думаю. Думаю даже, что немногие. Вот важно, есть ли в решении неформализуемые действия, для которых нет никаких указаний, только жизненный опыт и здравый смысл. С моей точки зрения есть. Ну, причем два даже типа этих неформализуемых действий. То, что я назвал обязательными проекциями, и то, что я назвал дополнительными проекциями. И если я в своих, значит, рассуждениях прав, то ребенок находится в зоне ближайшего развития, о которой упоминают всегда десятки лет и которую крайне трудно найти. Ну, действительно, может ли мальчишка решить эту задачу? Может, потому что решил. Легко ли ему было? Думаю, что нет, нелегко. Вот это и есть та самая зона ближайшего развития. Хорошо. Давайте поговорим в педагогических терминах с другой точки зрения. Итак, значит, у Паши был некий изначальный интерес, который я старательно подогревал. Ну, впрочем, подогревать мне особенно и не приходилось. Потом этот костер стал гореть сам. И вы видите букву И в коротком непонятном слове. Достаточно быстро он приобрел, значит, некие знания, которых нет у его одноклассников, самых умных и успешных, и нет даже у его учительницы. То есть он приобрел определенные компетенции. Значит, он приобрел опыт творческой деятельности, ну, просто потому что придумал некие формулы, нарисовал некие кривые. Вот давайте подумаем, что приходилось делать бедному ребенку. Ему приходилось слушать мои росказни, ему приходилось осознавать эти росказни, ему приходилось решать задачи, приходилось описывать текст, приходилось писать текст, приходилось делать презентацию, приходилось выступать перед учителями, перед учениками на пробных выступлениях и на самой конференции открытия. И зачастую все это делалось одновременно или часть этих дел делалась одновременно. То есть он приобретает опыт в саморегуляции. Ну теперь перечислим те социальные роли, в которых он играет во время нашей с ним игры. Он играет в студента, потому что слушает мои лекции. Он играет в ученого, потому что решает задачу, которую не решает никто из его знакомых. Он играет в писателя, потому что пишет текст. Он играет в просветителя, потому что рассказывает свои результаты. Ну вот он играет члена научного сообщества, потому что выступает на конференции, а съедутся черт знает откуда. Он играет роль просветителя. Ну и вот возникает вот это вот самое кицу. Компетентность, интерес, творчество, саморегуляция и уникальный ментальный опыт. Значит, компоненты, модели обогащающего обучения, которую развивает московская психологиня по фамилии Холодная. Никогда не видел и никогда не слышал, но книжку читал и пришел в восторг. На самом деле она, ну вы знаете, очевидно, она с томскими методистами занимается разработкой своей концепции. Они там пишут учебники, не знают, что еще. И вот тут возникает парадокс, между прочим. Моя цель – воспитать математика. Я хочу, чтобы собственных платонов и быстрых разумом нефтонов рождала, значит, Ярославская, значит, и Российская земля. Я и думать не думаю ни о какой Холодной. А в результате я реализую психологическую модель обучения. Хочу я, не хочу. Я с удивлением обнаружил, что я реализую психологическую модель Холодной. Потом только я узнал об этой модели. Ну, по-видимому, вот математическое творчество, ну, нечто такое рафинированное по отношению к обучению вообще. Ну, и два последних замечания. Два последних замечания. Смотрите, пожалуйста. Всем этим, естественно, мы занимаемся во внеурочной деятельности. Но внеурочная деятельность ребенка – это часть учебного процесса. Значит, а я в своей диссертации как раз и занимаюсь моделированием элементов исследовательской деятельности в учебном процессе. Про это была моя докторская диссертация, поэтому про это же были дальнейшие постдиссертационные бредни. В обеспечении своей концепции я написал две книжечки. Значит, одна из них называется «Обучение математике в ВУЗе как модель научных исследований». Она опубликована в Московском центре непрерывного математического образования. Есть там в магазине. Значит, видел и удивлялся. На самом деле, вот эта книга появилась через 20 с небольшим лет после защиты докторской диссертации и является сильно-сильно улучшенной версией этой диссертации. То есть улучшенной сильно. Как, ну, я не знаю, истребитель четвертого поколения отличается от истребителя третьего поколения. И еще одна книжка, значит, «Исследовательское обучение математики в школе». Тут речь идет о том же самом, но применительно к школе. Причем ко всем трем ее этапам. Начальная, основная и полная средняя школа. В той и другой книжке есть конкретные проекты, которые я разбираю, ну, вот примерно так же, как рассказываю сейчас вам. Та и другая книжка имеет украшение, с моей точки зрения, а именно предисловие профессора Мартковича. Вот это, собственно, все. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Васильевич. Коллеги, прошу, вопросы. Так, пока коллеги думают, я начну тогда со своих вопросов. У меня, прежде всего, вопросы на уточнение. Значит, вы имеете в виду работу с учениками там мат-классов или, ну, все равно каким-то образом ориентированных на математику старшеклассников? Да, именно так. Значит, сложилось так, что я закончил некую школу. И мне в той школе очень нравилось. И я как-то так не терял с ними связь. Да потом еще мои личные друзья вошли в администрацию школы. Потом, много спустя, школа стала математической. Появились вот всякие разные конференции школьников. Ну, и я тогда спросил своих друзей, ребята, вам нужен руководитель для того, чтобы? Они сказали, да, да, да. И все закрутилось. И сам я, ну, к добру или к ходу, я не занимаюсь вылавливанием детей, выявлением талантов. Просто прихожу и говорю, нужно, а я здесь. Ну, вот, до 26 лет все это было нужно. Ну, понятно. То есть, как бы, если говорить о рамках применения той методики, которую вы нам показывали, это именно как бы старшеклассники, ориентированные на математику, в рамках то ли надкласс, то ли математического кружка, то ли чего-то. Нет, все так. Я только думаю, что... Вы все правильно говорите. Я только думаю, что вот то, что я рассказал, вполне можно адаптировать для ребят с меньшей заинтересованностью или с меньшим талантом или еще что-то. Ведь, понимаете, тут все очень зыбко, тонко, индивидуально. Я не хочу сказать, что попади я в другое место, я бы сумел это сделать. Совсем нет. Ну, в общем, понимаете, я пытаюсь показать вам фрагмент математического театра. Это совсем не значит, что я сумею сыграть другую пьесу. Это совсем не значит, что тот, кому понравилась моя пьеса, сумеет сыграть ту же самую. Ну, понятно, да. Еще один вопрос у меня, ну, как бы, вернее, два вопроса по понятию. Первый вопрос, как вы считаете, вы в этой ситуации работали как педагог или как психолог, или как сейчас, как бы, дифференциация профессии достаточно богатая. Есть компьютер, есть психолог-консультант, который сопровождает, да. Есть, ну, педагог-методист, который помогает разбираться с какой-то проблемкой. Есть учитель, который работает с классом, да. Вот, ваша функция какая тут была? Может, ну, у меня есть... Сейчас, сейчас. Значит, у меня есть формальная функция. Я называюсь педагог дополнительного образования. Во-первых. Во-вторых, я работаю здесь, ну, извините меня за высокий стиль, я работаю как математик. Как математик. Другое дело, что я математик, испорченный полувековой работой в педагогическом институте, ныне университете. Я поневоле знаю немножко из педагогики, немножко из психологии. Я даже и знать порой не хочу, а все равно знаю. Вот. А есть другая сторона еще. Во всех моих... То есть во всех проектах, которые я веду, вторым автором стоит учитель. Потому что я отчетливо понимаю... Значит, стоит учитель, и не важно, много он там делает или мало. Я отчетливо понимаю, что без первоначального интереса, который ему... который ученику уже привит, без первоначальных навыков математического труда, ничего бы у меня с ним просто не получилось. Поэтому мы всегда идем парой. Но при этом... Я не знаю, как сказать. То ли потому, что я кандидат в физмат-наук, то ли потому, что я мужик, то ли еще почему. Основная функция на мне. Ну, ладно. И давайте я по-другому вопрос сформулирую. Да. О том, что вы делаете. Что, на ваш взгляд, самое важное? А. Постановка задачи. Б. Ну, какое-то соучастие в том, как ребенок думает. Вы... То, что вы даете ему какие-то способы решать задачу. И... Ну, просто вот... Как бы то, что я математик, а ты хочешь быть математиком, значит, вот смотри, как я делаю. Вот четыре таких варианта, которые фактически позиционируют... в этом пространстве. Кто вы для ученика? Ну, я думаю, что основная функция – это постановка задачи. Значит, вот понимаете, как сказать? Я постараюсь с максимальной подробностью ответить на ваш вопрос, но только сначала аллегория такая. Вот, простите, пожалуйста, а что для нас главное в обеде? Так сказать, котлета или питье? Без котлеты обед не обед, и без питья обед не обед. Питья в виде супа или чая, или чего-нибудь еще. Так вот, в моей работе с учеником главное, конечно, постановка задачи, потому что без задачи нам не о чем просто говорить. Просто вообще не о чем говорить. Я ставлю задачу... Значит, мы занимаемся постановкой задачи, но я не говорю о том, что вот тебе нужно решить такую-то задачу, вот она написана, подумай, потом, значит, поговорим. Нет, я пытаюсь сделать так, чтобы мы ставили эту задачу совместно. И сейчас я попытался об этом рассказать. Раз. После того, как задача поставлена и принята внутрь, и принята учеником внутрь себя, как его личная задача, идет постоянная подсказка и коррекция. Я говорю, попробуй так. Он пробует и пишет мне текст, и я читаю его до первой ошибки. Вот ошибка, я говорю, вот видишь, тут не так, а значит, не так все остальное. Думаю, что преодолеть ее надо. Так-то, вот давай. И у нас бывает, ну сколько, значит, максимум, что у меня было, 15 итераций. Он мне пишет текст, я ему пишу ответ. Он мне пишет улучшенный, старый и чуть-чуть расширенный, я ему пишу ответ. Ну вот 15 итераций, плюс еще какие-то... Вот, наверное, эти две функции. Постановщик задачи и корректировщик. Но это не главное. Главное в том, чтобы мы все это делали вместе. Да-да-да, я слушаю. Понятно, да. То есть у вас в центре внимания, в общем, совместность деятельности, но и как бы совместность, прежде всего, в постановке задач. Конечно. И тут, простите, я процедурую... Давайте я так, значит, тогда до предела доведу. Кому вы... Что из того, что вы делаете, вы можете поручить своему студенту, а что вот как бы является... Что вы не можете... Хорошо. Итак, вот в данном конкретном случае я изначально знал, что я сам должен буду сделать всю физику. Значит, следы на дороге, постоянство сцепления, коэффициент сцепления. Вот это мне с самого начала было ясно, что никакой, значит, студент, никакой школьник сам... Именно постановка задачи, да, фактически? Ну, нет, это уж, простите, это уже элемент решения, это введение в задачу точного термина. Понимаете, постановка ведь, она сначала формулируется на естественном языке. Что надо бы найти... Но это все постановка задачи, да, от естественного языка к математической формулировке. Да, 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 да. Вот это вы... Вот это, вот это. Я не мог надеяться, что, значит, парень проведет дополнительное построение. Он, может быть, их и провел бы, но ему бы потребовалось полгода размышления. Значит, я ему подсказал чуть-чуть пораньше. Ну, дополнительное построение мог бы ему подсказать учитель, да? Ну, мог бы, мог бы, но только вот в данном конкретном случае... Находить ошибку в его тексте мог бы ваш студент. Ну, может быть, да. Понимаете, тут возникает... Итак, понимаете... Я почему копаюсь? Потому что вы говорите, что, а вот неизвестно, что тут как бы у меня в другом месте получится или нет, да, а вот неизвестно у другого получится это или нет, да? Поэтому я ищу вот то место, в котором как бы есть сомнения. Я вас понял, я, собственно, с вами согласен, потому что я сам полон сомнений. Но, понимаете, я повторю другое место своих рассуждений. Я считаю важным делать все самому в данном случае. Ну, слушайте, вот у моего ученика замечательная учительница. Вот, к сожалению, она нас не слышит, но, может быть, когда-то услышит. Замечательная учительница. Но у нее 4 одиннадцатых класса в этом году. Да неужели я заставлю ее искать ошибки? Я ей говорю, Анна Витальевна, Паша, по-моему, готов. Дайте ему 15 минут в классе, пусть он все расскажет своим, заодно и поймет, что он понимает. Вот ее роль. Учитель, я сказал условно. То есть... А, понятно. То есть... Теперь, что... Подсказать про дополнительные... Теперь, что касается студентов... Любой другой квалифицированный математик и приучитель преподаватель. Проверить, найти ошибку и сказать, а вот тут неправильно, тоже может любой человек с квалификацией... Понятно. Совершенно верно. Институты, инверситеты и просто инженер. Но я вспоминаю, как я работал со своим научным руководителем, и он ничего никому не поручал. Мы с ним работали из души в душу вдвоем. Это другой вопрос. То есть ключевая проблема именно в постановке задачи, как чтобы она произошла совместно с учеником. Да. Да, совершенно верно. Понятно. Спасибо. Так, я что-то захватил. Да, Валерий Семенович, прошу вас. Я совершенно не догоняю дискуссии, которая возникла между Александром Васильевичем и Алексеем Владиславовичем. Там с разделением профессий тьютор, учитель и прочее. С разделением труда. Ну да. Именно классификация деятельности по такому принципу. А разве это... Вот то, что вы делаете, не называется на обычном, привычном нам в университетах языке? Это научное руководство. И все. Именно так я его для себя и называю. Оно... Мне кажется, это и есть. Научное руководство. Это следить, помогать ученику, где нужно подтолкнуть, волшебный пендер дать, где-то свою историю проявить и так далее. Главную задачу поставить. Нет, именно так я это для себя и называю. Я лезу в дебри, учитель, тьютор и так далее, потому что мне задают вопрос. Я отвечаю на вопрос в терминах вопроса. А сам для себя я это так и называю. Да, это научное руководство. Валерий Семенович, слово научное руководство означает как бы некие юридические отношения. Но если мы посмотрим, как люди руководят, то руководят по-разному. Разному. Вот мне Розов рассказывал, что Мищенко дал ему задачу, Евгений Фроудович. И потом они встретились, Розов принес ее решение. Это один вариант научного руководства. А бывает вариант научного руководства, с которым вы тоже сталкиваетесь. Когда преподаватель каждую неделю встречается со студентом, студент приходит, и преподаватель ему говорит, ну вот это теперь перенеси справа налево. Через неделю студент приходит, перенес справа налево. Преподаватель ему говорит, теперь вычти оттуда и оттуда х квадрат. Ну, я утрирую, но вы понимаете. Значит, вот между этими двумя как бы крайними ситуациями режит огромный спектр стилей научного руководства, которые, ну, по большому счету, сводятся к нескольким как бы принципиальным позициям, о которых я, собственно, и спрашиваю. То ли, как бы, руководитель, это тьютер, что такое тьютер? Это человек, который оказывает поддержку в человеческой деятельности, говорит, ну, у тебя не получается что-то, ну, ты подумай, может, другим путем надо поить. То есть он не говорит, что делать, он говорит, как бы, как надо жить. У тебя не получается, подумай, может быть, другой способ есть, может, ты неправильно смотришь на задачу. Вот как бы тьютерская функция. Педагогическая функция, я понимаю, как бы Александр Васильевич говорит, в зоне ближайшего развития. Что это значит? Это значит, сам человек сделать не может, но ему дали какое-то средство, он смог. Вот это действие находится в зоне ближайшего развития. Александр Васильевич это вот показал, как педагог он работает. То есть ребенок сам бы не смог решить эту задачу, но он сказал, вот давай попробуем геогебру, и там все стало гораздо лучше, условно говоря. Это как бы функция педагога. Учитель работает с группой, с коллективом, с классом, он организует коммуникацию, в которой происходит взаимное обогащение детей и понимание ими одного за счет другого. Функция учителя такая, социотехническая скорее. Психолог-консультант. Да, это еще, так сказать, одна функция, которая тоже на практике встречается, но как идеальный такой, специальный вариант профессии, она присутствует. То есть вот я перечислил, по-моему, почти все варианты взаимоотношений в процессе вот такой деятельности. Ну, по-моему, вот как раз и квалифицированный научный руководитель, не зная этой терминологии, именно это всегда и делает. Мне можно добавить. Я процитирую просто Норберта Винера. Почти цитата. Она не под рукой, но почти цитата. Единственный способ научить чему-либо хорошо подготовленного студента, это сделать что-то новое вместе с ним. Это в книжке Винера «Я математик». Так написано. Если меня припрут к стенке, у меня там загнута страница, я скажу точно. Вера Сергеевна, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. Добрый день. Ну, поскольку мы знакомы не первый год, я благодарю вас за ваш замечательный доклад и за вашу замечательную конференцию и за работу в разных направлениях. Вопрос у меня такой. Вот, ну, понятно, что научно-исследовательская работа, если просто о ней говорить, это получение нового знания либо новой технологии. С точки зрения работы со школьниками, мы это все прекрасно знаем, новое знание получить, конечно же, можно, но это такие очень уж единицы. вот как вы позиционируете эту работу школьника? Считаете ли вы это все-таки проектной деятельностью или это все-таки исследовательская деятельность? И мне кажется, что почему в эксперимент математики в школе попала статья, потому что мне показалось, что вот работа с геогеброй – это как раз таки с точки зрения эксперимента самого учащегося, если вот так смотреть. То есть работа в геогебре – это как бы экспериментальная работа в математике, условно назовем школьника-исследователя. Это как комментарий. А вот вопрос про исследовательскую проектную мне просто интересен вашим, как вы это понимаете, и что все-таки написано уже такое, что можно было бы сделать неким, ну, как вы это сказали, таким примерным, что ли, пособием для любого учителя массовой школы, который просто хочет начать эту деятельность вести. Ну, такой больной вопрос. Понятно, понятно. Вот, понимаете, я плохо владею педагогической терминологией и фразеологией, и я не могу понять, чем отличается проект от исследования. Значит, вот, и не спрашивайте меня об этом, я отвечу плохо. Мне кажется, что в данном случае уместен был бы термин «субъективно новое знание». Вот у Давыдова, вот в «Теории развивающего обучения», там где-то написано, что да, ребенок изобретает, ребенок не изобретает объективно нового знания, но процесс изобретения субъективно нового знания оказывает на его психику такое же воздействие, как, значит, вот, ну, понятно. Значит, что ж такое написано? Ну, пожалуйста, вот две книжечки я назвал, и там есть какое-то количество полностью проработанных проектов, которые могли бы быть образцами, ну, нет, ну, не образцами, это плохое слово, но которые показывают, как живет, по крайней мере, один вот человек, в данном случае я. Там ни один, ни два. Вот, причем речь идет именно о школе, не о замечательном ребенке, а о там обыкновенных детях. Ну, что, вот, наверное, все, что я могу сказать по этому поводу. Спасибо. То есть учебно-исследовательская деятельность? Ну, да, да, да. Спасибо. Они взяли мне до слова. В России, говорит-то, наверное, учебно-исследовательское действие, потому что у него есть начало и конец. У жизни есть начало и конец. Почему не деятельность? А деятельность, ну, во-первых, деятельность, она всегда предполагает какую-то коллективность, а тут индивидуальное, вот индивидуальное действие. Здесь же дуэт получается, даже трио в каком-то лице? Прототип, ну, скажем, какой-то семинару старшеклассников, ну, например, там Андрей Щетников, мой коллега и дружок, он принципиально, вот, как бы, своих детей, с которыми он работает, он на Олимпиады пускает до девятого класса, а в десятом, одиннадцатом он ведет семинар. Ну, он физик, он и по физике ведет семинар. Это уже, как бы, коллективная деятельность, когда люди друг с другом обсуждают и работают, иногда, как бы, обмениваются идеями. То есть это, как бы, следующий уровень. Это не индивидуальное. Это надо индивидуальное образование деятельности. Ну, мне кажется, что все-таки деятельность не обязательно коллективная должна быть, в принципе. А как Ньютон занимался какой-нибудь деятельностью? А? Ньютон занимался какой-нибудь деятельностью? Ну, он там, он вообще был, руководил монетным двором. Ну, это да, это да. Я имею в виду математики. Ну, так он был членом Лондонского королевского общества. Ни много, ни мало. И даже его председатель. Ладно. Нет, это, нет, там это все очень существенно. До того, как это все начало образовываться институационально, оно существовало еще как общество алхимиков подпольное. То есть, это было всегда, как бы, коллективный процесс. Сижу я и размышляю, да, но потом я статью пишу в журнал для того, чтобы прочитали. Это опосредованно, но коллективно. Руку поднимают? Да, да, да. Анатолий Георгиевич, прошу вас. У меня несколько вопросов накопилось. То есть, первый, самый простой, конкретный. Видел ли ваш ученик фигур или сожжал на экране осциллографа аналогового или цифрового? Я думаю, что нет. Нет. И я сам видел только в студенческие годы. Вы сказали, что в вашем любом исследовании всегда вторым лицом является учитель. Ну, вы по специальности физмат-наук, правильно? Да. Вот я и спрашиваю, этот учитель всегда математик или иногда и физик тоже? Нет, это всегда математик. Это всегда математик. Третий вопрос. Вы сказали, что физическую часть вы сделали сами, без этого ученика. У меня очень грубый вопрос. Есть ли какой-то второй человек, который проверил эту физическую часть? Или более-менее грубый вопрос. Есть ли в вашей методике какой-то механизм, который привлечет какого-то внешнего человека в помощь для того, чтобы проверить эту физическую часть? Ведь если она не верна, если в ней есть какая-то ошибка, то математическая работа вашего студента обесценится. И, наконец, вопросы у меня кончились. А есть у меня... Нет, я ответить-то на это я могу? Нет, я просто давайте, чтобы все было в одной куче. То, что мы прослушали, относится к некоторому безвоздушному пространству, к временам Ньютона или к временам СССР и так далее. К современной системе образования это не имеет никакого отношения. Чтобы было очень грубо понятно, о чем я говорю, мы учим программированию дошкольников и младшеклассников. Ну, так складывается, что примерно в половине случаев это оплачивают муниципальные власти или кто-то, но все-таки в половине случаев это группа, скажем, 12 человек, где родители оплачивают это дополнительное образование. И среди этих 12 родителей имеются двое или трое семей, где отец или мать берут дополнительные занятия для того, чтобы купить своему ребенку какое-то дополнительное образование. И если педагог, который ведет вот это программирование в этом дополнительном образовании в этой платной группе переключится на одного ребенка, то это будет не только нарушение каких-то финансовых и других вещей, что тоже очень серьезная история, но это, так сказать, как бы по-христиански будет неправильно. Так что то, что вы нам рассказывали, это общественная работа, что-то такое. Кое-где эта деятельность, которой вы занимались, про которую вы нам рассказали, она осмечивается. Например, я не знаю, у вас, наверное, там 12 часов дают, учебных часов можно записать себе в нагрузку, если у вас студент и так далее. В Сириусе есть программы, которые я упомянул, где именно в инструкции преподавателя в том, что он должен делать с точки зрения счетной палаты, половину времени он может потратить на одного ученика, которого он выбрал. И последнее, ученик, про которого вы нам рассказали, вы же выступили с позиции учителя дополнительного образования. Этот ученик возник как результат какой-то деятельности, а остальные 9 человек, кстати, вы их не очень удачно рассказали, менее талантливые, остальные 9 человек с еще не обнаруженными талантами. Что вы с ними делали перед тем, как вы выбрали вот этого? О, Господи. Ну, значит, это не вопрос. Таковы реалии, если вы тогда-то поработали со счетной палатой и объяснили ей, что делали ваши сотрудники по тем или иным пунктам госзадания, то у вас такие мысли безусловно в голову встают. И когда к вам приходит родитель и просит походотайствовать, чтобы ребенка взяли в платную группу без оплаты, вам тоже приходят в голову такие мысли. Так, понятно. Значит, на самом деле это не столько вопрос, сколько спич. Я попытаюсь ответить на разные части этого спича. И если я что-то забуду или упущу, вы меня поправите. И тогда я вернусь и отвечу на что-то дополнительно. Итак, значит, есть ли кто-то, кто проверяет физическую часть моей работы? Ответ нет. Ничего про физику нет. То есть никто не проверяет физическую часть моей работы. Ее не нужно проверять. По двум причинам. Во-первых, я по диплому являюсь учителем математики и физики. Поэтому могу взять на себя какую-то часть физики. Во-вторых, что сделано из физики? Из физики дано одно определение. Никаких утверждений, теорем, следствий и так далее. Я придумал определение. Определение может быть, как всякое определение, оно может быть удачным или неудачным. Ну, что ж, мое определение удачное, потому что во всех частных случаях, когда коэффициент сцепления равен каким-то конкретным вещам, это все совпадает с известными классическими результатами. Оно просто совпадает. Оно получается некое обобщение. Теперь, что касается счетной палаты, то я на этот счет просто ничего не знаю. Обратитесь, пожалуйста. То есть, нет, я тоже начинаю говорить грубо, извините меня. Значит, школа, в которой я работаю, оплачивает мой труд по каким-то государственным расценкам. 250 рублей в час, что-то вот так вот. Это их забота все сделать правильно для счетной палаты, для прокуроров, для налоговой инспекции и так далее, и так далее. Вот. Про 9 человек я просто ничего не знаю. Очевидно, вы имеете в виду, что, значит, в группе дополнительного образования должно быть 9 человек. 10. Ну, 10. Хорошо, ладно. 10. Итак, меня просят подготовить ребенка на конференцию, что я и делаю. Теперь про безвоздушное пространство. Я думаю, что наша атмосфера очень разнообразна. И в одном углу атмосферы делается то, что делаете вы, а в другом углу атмосферы делается то, что делаю я. Ну, вот вы говорите, что вот мы занимаемся этой деятельностью в безвоздушном пространстве. В прошлом году мой ученик, вот тот же самый Паша Клюкин, он выступал на международной конференции математика и проектирования, которую вели, значит, Россия, Казахстан и Белоруссия. Это вот как бы безвоздушное пространство или нет? Думаю, что это просто часть некоего процесса. В этом году он уже участвовал и попал в число призеров в конкурсе «Высший пилотаж», который проводит высшая школа экономики. Вот опять-таки это безвоздушное пространство или воздушное пространство? Вот нашу конференцию открытий в Ярославле финансирует вот 26 лет, нас финансирует не знаю кто. По-моему, и мэрия, и департамент образования, и министерство образования. Не знаю, про деньги не знаю ничего. Их финансируют. Это воздушное пространство или безвоздушное пространство? Не понимаю вас в этом отношении. Анастасия Георгиевич имеет в виду как бы юридическую сторону деятельности педагога дополнительного? Ну, прекрасно. Ну, юридическую сторону. Есть директор, у директора есть бухгалтер. Скорее всего, Александр Васильевич заполняет договор на выполнение работ по руководству индивидуальных проектов. Коллеги, если мне скажут, что ничего этого нельзя, я плюну и не буду делать. У меня есть тьма разных всяких занятий. Вот как-то так. Я на все ли ответил более-менее? Нет, Александр Васильевич, вы меня неправильно поняли. Я же вопросы задаю не потому, что я эту деятельность не одобряю. Мы сами все ведем такую деятельность. Эта деятельность, рассчитанная в безвоздушное пространство, был неправильный термин, а правильный термин на коммунистическое общество. Вот в коммунистическом обществе у нас есть посреди нашей жизни, так сказать, сферы, где мы живем по одним законам, по вторым, по третьим. А имеется вот там, где можно просидеть четыре часа с учеником после уроков и никого не волнует. Как это оплачено, как, чего, куда и так далее. Но мы же смотрим, мы же пришли на доклад, мы же хотим посмотреть, что из того, что вы делаете тиражируемо, что может быть заимствовано. И поэтому, когда вы говорите, что в исследовании, которые вы провели, имеется физическая часть и математическая часть, и физическая часть непроверена, выполнена одним человеком, я думаю, что при тиражировании тут могут быть проблемки. Поэтому я нисколько не умоляю, по существу не вникая, достаточно ли надежно то, что человек с квалификацией учителя физики что-то предложил. Я говорю, что по стандартной схеме в этом месте надо предусмотреть второго человека, того самого учителя физики из вашей школы, который мог бы потратить 15 минут. Вы бы на мой вопрос ответили, да, мы обсуждали коротко, правда, с учителем физики. Я бы тут же успокоился, потому что этот опыт для тиражирования безопасно был бы. А то, что вы сказали, для тиражирования не очень подходит, поскольку в него заложена такая опасность. Тогда я отвечу таким образом. Вот эти физические бредни опубликованы ранее в журнале «Математика» в школе, а там, видимо, были рецензенты. Наверное, там был учитель физики, если он нужен. Ну, значит, я не помню номер, за 22-й год один из последних номеров. Опять-таки, если бы вы сказали, что я это сделал, это опубликовано в реферируемом журнале, я бы тоже сразу успокоился. Ну, вот это опубликовано в реферируемом журнале. Александр Васильевич, вы знаете, Анатолий Георгиевич, конечно, так это придирается, но если честно, то вы на физику ссылаетесь совершенно зря. Совершенно зря. Физика тут ни при чем, потому что физика, ну, если бы речь шла о физике, то речь шла бы о трении скольжения, трении качения. Вот-вот, если можно, я как-то... А здесь речь идет о том, что вы говорите не про то, как оно устроено, а вы говорите про идеальные объекты, которые мы будем двигать так, чтобы они просказали. Ну, наверное, да. Это абсолютно математическая постановка задачи. Вот можно на эту тему как раз... Физика тут совершенно ни при чем. На эту тему как раз у меня есть вот подозрение, что тут некая неточность в краус. Вот смотрите, вот у вас этот коэффициент, который коэффициент проскальзывания, он фактически как бы действует в одну или в другую сторону. Он как бы у вас либо меньше единицы, либо больше единицы. Но это означает как бы, что вот если мы едем по наклонной плоскости, вот когда мы катимся вверх, то будем проскальзывать в одну сторону. А когда катимся вниз, то будем проскальзывать в другую сторону. Вот, фактически это так. Вот, как бы, либо это колесо кто-то тянет в одну сторону, вопреки его вращению, либо в другую, вперед или назад, соответственно. Так вот, получается, не может быть эта наклонная плоскость, все время наклонная в одну сторону. Вернее так, если колесо вертится по окружности, то наклонная плоскость на части окружности будет тащить ее вниз, как бы, а на другой части, наоборот, вверх. И вот получится, что этот коэффициент, на самом деле, переменная величина. Она зависит от того, как наклонена, как колесо катится по отношению к наклонной плоскости. Вот, а так вот, если абстрактно взять и сказать, вот оно всегда будет, допустим, замедляться. Непонятно, как это физически осуществимо. Или наоборот, всегда будет ускоряться. Тоже непонятно, как это. Нет, простите, простите, я вот тут как-то не могу согласиться. Причем здесь наклонная плоскость. Значит, давайте считаем, что никаких наклонных плоскостей нет, это все горизонтально. Я именно физическую часть беру, физическую часть того, почему происходит проскальзывание. Вот вы, когда катитесь вверх, вы крутите, машина едет вверх, у нее колеса проскальзывают. То есть, она крутится больше, чем проезжает. Колеса крутятся больше, чем машина проезжает. Это потому, что вот это проскальзывание происходит. А если наоборот она будет катиться вниз, эта же машина, то наоборот проезжать она будет больше, чем колеса прокручиваются, крутят колеса. Вот в чем дело. Это зависит от наклона. От наклона тоже зависит. А если в окружности вертится машина, то она на одной части дороги будет вверх, а на другой вниз. Игорь Николаевич, вы много слов говорите, а вы доказываете фактически, что коэффициент проскальзывания не является физической величиной. Он не является константой в данном случае. Не может быть константой на окружности от собственной величиной. Насчет того, что он не может быть константой, вы на самом деле ошибаетесь. Вот представьте себе двигатель, который… Ну, не смейтесь надо мной, Гришнова, смеяться над гостями. Значит, смотрите, пожалуйста. Двигатель крутит колесо с одной и той же скоростью, приписываемой двигателем. Никакой наклонной плоскости нет. Мы едем по горизонтальной плоскости. Просто по горизонтальной прямой дороге. Вот. И при этом может происходить проскальзывание. А вперед, наоборот, проскальзывание. Александр Васильевич, вы говорите о феномене. А физически… Вы говорите о феномене проскальзывания. Да. А физические величины выражают сущности. Просто как вот тогда она будет, наоборот, больше проезжать, чем крутит колесо? Зря вы фактически заговорили. Все довольно просто. Когда автобус тормозит, значит, шофер не жмет на тормоз изо всех сил, а он постепенно убирает скорость. А по инерции его тянет вперед. Вот тут возникает та ситуация, которую я обозначил. Правильно. Тогда чисто физически, если он все время тормозит этот объект по окружности катящийся, он остановится просто, и все. А он может ускоряться, тормозить, ускоряться, тормозить. Вот. А это означает как раз... Ну, в общем, коллеги... Константы 10 минут. И вот в течение этих 10 минут я измеряю эту траекторию, описываю уравнение и прочее, прочее. Что значит, может быть константой? Александр Васильевич, физики вас бы съели. Если честно, физики вас бы съели тут. Математики с вами дискутируют. Ну, съели бы и съели, был бы съеден. Ничего страшного. Не надо, не надо. Про физику... Коллеги, отменяем физику, про физику забыли. Можно я, поскольку я это инициировал, скажу еще одну вещь. Математиков лучше в физику не пускать. Много критики будет. Я математик, не физик. Из этой физики возникает замечательная математика. Есть такое явление, как релаксационные колебания. Это когда у нас трение качения переходит в трение скольжения. Подскольживание и так далее. Так возникают интересные эффекты. И как бы вот моя на самом деле фактическая претензия к тому, что нам рассказали, состоит в том, что физику не показали детям. Надо было показать фигуры Лисажу, потратить 45 минут, показать вот эти колебания и так далее. Это наполнилось бы, даже для вашего замечательного математически развивающегося ребенка, это наполнилось бы более глубоким смыслом. Вот о чем. Вот чему меня учил мой естествоиспытатель, руководитель Владимир Игоревич Арнольд. Ага, понятно, понятно. Ну, и так, и так, если бы мне пришло в башку вспомнить фигуры Лисажу, которые я изучал на третьем, по-моему, курсе, то я бы, наверное, так и сделал. Но не пришло, извините. Мне кажется, вот эта дискуссия возникла еще и потому, что одним и тем же словом называют разные вещи. В вашей математической модели, конечно, это не есть коэффициент, как вы назвали? Сцепление. Потому что коэффициент сцепления – это совсем другое понятие, как мы сейчас обсуждали. Но здесь еще и вопрос, вот какой содержательный, если позволите. Вот вы как-то сказали, что у вас соответствующая дробь, гладь, числа должны быть соизмеримы. Вот некоторая дробь – рациональное число. А если она иррациональная, то, мол, где получается все? Так вот, ну, как бы все черное будет. Я понимаю так, что вот у вас шатер возник, и на шатре возникла периодическая кривая. А если она не периодическая, то что? Вся поверхность шатра будет или не вся? А как бы управление этой поверхности? Нет, если кривая не периодическая, то, ну, наверное, он будет всюду плотным на шатре. Как намотка на торе. Это обмотка тора, да, это очевидно. А если она периодическая, то, конечно, не вся. Конечно, не весь шатер. Так вот. Есть периодическая. Я неправильно, наверное, понял, потому что вы сказали как бы так. Ну, я, наверное, не точно сказал, да. Будет все черное, то есть будет весь шатер. У меня сомнение, что будет весь. Всюду плотность будет. Нет, ну, да, 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 да. Я понимаю, что я сказал не точно. Когда я сказал, что весь шатер черный, я сказал, что на глаз. На глаз он реально. Геогепра зарисует все. А если он не весь черный будет, значит, возникают области, которые он не закрашен? Может быть, это интересно было бы исследовать? Я просто... Коллеги, наверное, не знаю, ничего не могу ответить. По-моему, тема всех захватила, и все начали придумывать новые задачи. Ну, это лучше, что может быть. За это спасибо. Спасибо много. Лучше деньгами, как говорят. Ну, да. Так, коллеги, еще у кого вопросы? Ну, и у нас уже пошли суждения с легкой руки, Анатолий Георгиевич. Давайте тогда вопросы суждения у кого какие-то. Ну, во-первых, если можно, я коротко, чтобы закончить. По поводу тиражирования. Ну, вряд ли это может быть тиражируемо. В том смысле, что кто-то сделает такое же. Для этого нужно иметь квалификацию соответствующую, ну и соответствующий настрой. Поэтому насчет тиражирования здесь, наверное, ну, сложновато. Мне так кажется. Спасибо. Еще коллеги. Я хотела вот в защиту Александра Васильевича выступить. Прямо записала. Пожалуйста. Во-первых, по поводу того, что это все какие-то советские времена далекие, и теперь это никому не нужно. Это не так, потому что в августах, существующих сейчас, с 2004 года, есть такое понятие, как проектная деятельность старшеклассников. Если раньше это не сильно, как бы, было вроде бы и нужно, то есть оно по определению было, но этим не сильно пользуются учителя, то сейчас это прямо обязательно задание учителю, это работает на его аттестацию и так далее. И поэтому вот эти все конференции и конкурсы исследовательских работ или проектные исследовательные, учебные, или квази, как угодно их называются, они существуют и существуют в масштабе не самом маленьком. Они приветствуются государством и так далее. Поэтому эта работа, она, ну, во всяком случае, пока не остановится, это с точки зрения формальных вещей. А с точки зрения взаимодействия, вот наставника, так можно назвать, на самом деле это руководитель ученика, покуда есть наставники и есть учащиеся, то все это кому-то обязательно нужно. Ну вот, достаточно. Так что спасибо. Спасибо. Еще коллеги. Мне тоже хотелось бы выразить благодарность. Очень здорово и интересно. То, что я к физике там немножко прицепился, это на самом деле пожелание. Можно попробовать сделать так, чтобы вот этот коэффициент был переменный. Ну, допустим, зависел от того, от точки окружности, например. Вот это тоже интересно попробовать. Ну и на самом деле, конечно, с физикой немножко, может быть, надо разобраться, поточнее, тут вот Анатолий Георгиевич правильно говорил, что с физиком, таким физиком, которые вот еще и физическую сторону вопроса тоже оценят. Это полезно, наверное, поговорить. Я не физик, еще раз повторяю, но почувствовал, что это тут не то. А? Термин заменить. Ну, может быть, термин заменить. Нет, но коэффициент сцепления, в принципе, нормально. Только он, видите, у нас бывает больше единицы и меньше единицы. Это немножко смущает. Ну, ладно, но спасибо все равно, очень интересно. Это если по конвейеру ехать, по ленте конвейера, который быстро крутится, он может быть разных. Вот, вот, да. В общем, успехов вам, Александр Васильевич, мне очень понравилось. Спасибо. Какие успехи в моем возрасте? Господь с вами. Успехов. Ваши успехи, это успехи ваших учеников. Значит, спасибо. Все от вас зависит. Значит, здоровья вам пожелать надо. Еще, коллеги, кто что хочет сказать? Алексей Владиславович, у нас в Российской Академии Образования недавно была такая крупная конференция, посвященная 200-летию Ушинского, ну, по проблемам педагогики. Я там модерировал секцию по дидактике. Ну, и меня просили доклад делал. Я доклад сделал, сейчас подготовил для журнала педагогики, так более расширенную статью. И там, как раз, большой довольно кусок по проблемам математического образования. Если есть интерес, я могу там сбросить вам, чтобы членам нашего семинара разослать, здесь потом меня побьете где-нибудь, покритикуют. Да, да, давайте. Это было бы здорово. Я пришлю. Хорошо, да. Так, может быть, вы выступите на семинарах? Давайте так, я разошлю, если там наметится явный вопрос, который бы стоило уже поглубже на семинаре пообсуждать, тогда и решим. Хорошо. Все понятно будет. Где-то согласитесь, где-то поругаете, и все понятно будет. Хорошо, хорошо, да. Так. Коллеги, я хочу закончить тем, с чего начал. Я здесь первый раз, мне было интересно, мне было интересно послушать вопросы, мне было интересно увидеть улыбающиеся лица. Спасибо, это новый опыт, мне было приятно. Ну, хорошо. Ну, мне тоже все понравилось, прежде всего потому, что деятельность Александра Васильевича, хотя, так сказать, Валерий Семенович сказал, что она невоспроизводима, я увидел в ней вещь, которую очень хорошо ложится на типологию Бориса Данииловича или Конина, которую я тут уже произносил, но придется еще одно. Образовательных действий, он это так называет. Действие первого типа – это действие результативное, направленное на то, чтобы получить ответ. Действие второго типа – это действие, то, что называется по понятиям, учебное действие, направленное на освоение способов. Действие третьего типа, он называет его игровым, но это условно. Это действие, направленное на испытание границ применения способа. Ну и четвертое – это кто, которое собирает все вместе, когда ребенок решает задачу, зная, каким способом, и зная, что в этих условиях этот способ дает верный ответ. Вот Александр Васильевич фактически в своей постановке задачи, в своем подходе реализует именно действие, направленное на испытание границ. И это действительно очень мотивирующий заход. Когда детям предлагают испытать, а сможет ли он что-то такое сделать в более сложных условиях, это всегда интересно. И, в принципе, именно этот подход он воспроизводит. Он воспроизводим. В школьной практике его нет. В школе у нас все действия результативные. Они направлены на то, чтобы получить ответ, сверить всем, что в конце учебника, удовлетвориться и идти дальше. Ну, в каких-то продвинутых школах нацелены на освоение способа, а вот самое интригующее – это испытание, оно в принципе отсутствует. И то, что Александр Васильевич именно этот ход взял за основу, мне кажется, это и правильно, и воспроизводимо. Потому что все коллеги, которые здесь были, начали придумывать, опять же, испытания, новые испытания для того хода, который Александр Васильевич был. Так что, мне кажется, что именно эта идея, она очень важна и очень принципиально ее надо тиражировать. Так что, большое спасибо, Александр Васильевич. Я рад. Спасибо всем коллегам. Очень бурное было обсуждение. Значит, ну что ж, прощаемся. До свидания. Следующего четверга. Доброго здоровья. Взаимно. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok